Меня забыли, меня забыли Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Токрин Мэзис И как я понял по обзору на Вакуан, подобный формат вам нравится И мы решили сделать обзор на первый фильм Наруто Где основным рассказчиком, как и в прошлый раз, будет Евгений А я лишь, так сказать, вставлять буду свои пять копеек Но давайте не будем затягивать и поскорее начнём Сценки сюжета В его основе совсем неплохая идея и события Хотя для меня это не лучший фильм Наруто Больше всего нравится, как Наруто вёл себя в клетке И как он проявил разноцветную чакру Возможно, было бы интересно, если бы эту идею продвигали дальше в сериале или в фильмах Но нигде, кроме определённого опенинга, мы подобного больше не встречали Фильм, хоть и как сказал Евгений, не является лучшим среди фильмов по Наруто Но, по факту, он и познакомил меня с вселенной Наруто Так как само аниме у нас начали крутить позже Насчёт сцены в клетке Я, пожалуй, соглашусь, что она является одной из лучших сцен в данном фильме И, как по мне, она могла вдохновить в дальнейшем на создание будущего полнометражного фильма по Наруто Который происходил полностью в тюрьме Ну и давайте перейдём к небольшим несостыковочкам Насколько я помню, в сериале говорилось, что шаринганом нельзя копировать кикей-генкай Но в фильме Какаши скопировал технику однорогого кита, стихии льда И лично меня этот момент впечатлил Так что даже если это ляп, я всем доволен Ещё здесь показана способность шарингана к усыплению с помощью гипноза Но нигде больше это не встречается Да, есть кота о мацуками и воплощение плана Мадары Как и тот факт, что в сериале с помощью шарингана подчиняли как призывных зверей, так и битию Но конкретного усыпления не было К технологиям в фильме я отношусь положительно И они меня не раздражали, в отличие от Баруто Где в изучении техник почти пропал смысл Но сейчас не об этом Раз уж мы вспомнили технологии, изданные по районной витряжке То давайте немножко заострим на них внимание И сразу скажу на этот счёт, чтобы не возвращаться в следующих полнометражках к этому Технологии, показанные в полнометражках, зачастую обгоняют основной таймлайн Наруто Практически до тех же технологий, что показывались в аниме Баруто Но, как заметил мой друг Евгений, здесь не делается такой большой акцент на технологиях Как сейчас это происходит в Баруто Они скорее тут являются приятным фоном, чем тем, вокруг чего строится сюжет К примеру, как появляющиеся тут поезда и дирижабли, а также корабли А броня же, которая усиляет своего владельца чакрой Ещё не была показана, как минимум в том виде, что в данной полнометражке А глушитель чакры стал бы весьма полезным в реалиях мира Наруто Производство же кино в данном виде является весьма хорошо показанным Оно по-своему двигает сюжет, а также шутки, которые на нём строятся, не раздражают Первый фильм ассоциируется у меня с первой аркой сериала И не потому, что они первые, а из-за стихии льда Кстати, очень жаль, что в дальнейшем эта стихия не фигурировала Тут я соглашусь с Евгением Весьма жаль, что стихию льда так и по-нормальному не раскрыли в сериале Хотя если ориентироваться на эту полнометражку То, к примеру, семья Хаку могла сбежать со страны льда Во время переворота в стране Что было бы весьма логично И объяснял, к примеру, почему родители Хаку не догадывались, что у их ребёнка могут быть ледяные способности Но это можно было бы объяснить тем, что они не знали бы своего родства С ледяным кланом Или же можно объяснить ещё проще происхождение Хаку Тем, что, к примеру, его мать была уже беременна, когда бежала со страны льда А показанный отец Хаку не является его биологическим Но это, по факту, всего лишь домыслы И я никого не заставляю считать это каноном Хотя весьма обидно, что Хаку даже не вспомнили в данной полнометражке Ведь, к примеру, Наруто мог бы сказать такую фразу Лёд, опять лёд Что было бы неплохим намёком на прошлую встречу Наруто с Хаку Так как, по моему мнению, по факту является преступлением То, что единственного канонического обладателя способности льда Хаку Не вспомнили в полнометражке об стране льда Но давайте не будем об этом Что касается оценки фильма, я ставлю 7 из 10 Если честно, все фильмы, исходя из моего вкуса, сделаны меньше, чем на 10 баллов Первый фильм с неплохим сюжетом, но довольно проходной Куда больше интригует шестой и девятый фильмы Я же фильму поставлю 8 баллов Ведь хоть большинство слов Евгения об оценке неправильны, но всё же я хочу добавить одно очко ностальгии Ну а теперь давайте же поговорим о втором главном герое Что весьма расширенная практика в полнометражках Наруто Сущность Фульсикадзе Юкио и её отношение к актёрской игре Заставляют задуматься, все ли наши любимые знаменитости такие, как ими кажутся И как на самом деле они относятся к поклонникам Это хорошо раскрытый персонаж с вполне достойной историей Тут я с Евгением согласен Кроме того, изменения принцессы проходят весьма плавно И в них легко можно поверить А также весьма сильный контраст между тем, как принцесса выглядит в начале И тем, какой она является в конце Также я хочу немножко поговорить об злодеях данного фильма И они, честно говоря, как по мне, являются весьма проходными Главный злодей это типикал диктатор, который хочет завладеть оружием Ради того, чтобы захватить весь мир Что в свете происходящих событий даже иронично Три же побочных злодея показались мне весьма интересными Из-за того, что противостоя команде номер 7 Они весьма интересно демонстрировали свои силы И даже побеждали их Но есть у меня небольшой вопрос В третьей полнометражке появляются они же Или попросту очень похожие на них персонажи Ведь если это очень похожие То это, по-моему, халтура Так как они, по факту, попросту перерисовали тех же персонажей А если это те же персонажи То возникает сюжетная дыра с тем, почему они не использовали стихии льда А на этом у нас, пожалуй, всё Напоследок, всё, что я могу сказать Что было бы неплохо хотя бы увидеть в виде филлера в Баруто Возвращение в страну льда Так как по канону данная страна вообще не раскрыта А во-вторых, увидеть бы встречу принцессы и взрослого Наруто в виде Хакаги Было бы, по-моему, весьма интересно Стоп, я же чуть не забыл о паре забавных фактов К примеру, в новелле, на которой основывается данный фильм Наша любимая принцесса Фун Намекает, что будет заниматься в фильме Который основан на книжке Джерайи А вот события, которые снимаются как бы в этом фильме Основаны на таком романе, как «Путешествие на восток» Также я чуть не забыл об одной несостыковке с хронологией Так как хронологически данный фильм происходит между 101 и 102 сериями Хотя тут Какаши не удивляется Росенгану Который он увидит лишь через 6 серий А на этом у нас уже точно всё Спасибо, что досмотрели до конца Пожалуйста, поставьте свои королевские лайки И оформите не менее королевскую подписку Вам не сложно, а мне приятно А с вами был доктор Немезис И до новых встреч И мирного неба вам над головой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!